Всем приветик! Ну что, отдохнули? Немножко? Хотите поработать со мной? Приглашаю всех! Сегодня хочу заняться небольшой пересадкой. Сразу говорю, хой не будет. Всякие разные растения. Даже перевалкой, скажем, опять. Так все быстро растет, поэтому уже и горшки надо закупать побольше размера. Ну, в общем, будем пересаживать сегодня, переваливать. Смотрите, какой тазик я купила для замеса грунта. Красивый. Все, все для вас и для растений. Мне так понравился цвет. Ну, ладно, приступим. Значит, мы первую пересадим. Грунт я намешала. Как обычно. Ничего нового. Кто меня смотрит, тот знает. Каким? Что-то забивает? Что-то резко как забило. Ну, давай, давай, все. То есть, грунт у меня не изменен. Все тот же сам. Так что, если кто-то начал, ну, новенькие пришли, смотрите видео ранее. Полностью, как я составляю грунт, есть видео. Потому что спрашивают, ну, я говорю, смотрите видео, есть. Так, мы сейчас пересадим шифлеру. Она уже у меня и как бы дома рост вот этот дала. Я еле ее отодрала от этого магазинного горшка. Переварила пока вот такой. Потому что это там борьба прям была. Приросло все. Вот. Но пока вот хочу вот такой небольшой. Пенопласт я уже положила на дно. И сейчас приступим к пересадке шифлера. Тут уже прям вот. Я тебе хочу есть. Угу. Сетка. Вот такой... Без корней. Ну, до такой степени, конечно, доводить растение, но вот повторюсь, не следует. Не пробиться вообще. Вот не пробиться. Хочу вот этот верхний слой убрать. Вот у нас торфа. Так вот убираю. Обычно я так всегда делаю. Либо снизу, либо сверху. Проверяем на наличие стаканов. Прям пальчиком туда. Никаких стаканов нету. Абсолютно. Значит, корневую мы нарушать не будем. Сверху я вот тут убрала. Чтобы свой грунт больше был. Вот. Вот кто меня спрашивал, всегда ли я убираю. Вот смотрите. Ну, что я буду вот это все обрезать, что ли? Корни прям прекрасные. Немножко подзатянуло. Надо было пересадить раньше. Поэтому я все это оставлю. Со временем этот, кто он есть, торф, он просто, ну как сказать, он исчезнет. Он съест грунтом, растением, там не знаю. Просто я иногда вот так вот садила, потом пересаживала. Я никакого торфа больше уже не находила. Это все зато? Да. Нам растения нельзя к землю пересылать. Растения приходят в торфе. Вот он торф. Магазин. Ну, в смысле голландский. Растение из Голландии. Ну, мы сейчас вот пересадим. Ставим. Шифлирка обалденная. Просто обалденная. Очень давно хотела купить. Вот именно. Их очень много видов. Даже есть красивее намного. Но не возят такие. Так, сейчас сюда поставлю досыпать. У нас сегодня пасмурно. С кем-то переписывалось. У кого кто-то вчера писал, что дождик. Я говорю, я тоже хочу дождик. И у нас сегодня там небольшой дождик капнул. Прям чуть-чуть совсем. Ну, пасмурно так стоит. Но тепло на улице. Говорят местные, что прохладная весна. Ну, мне кажется, вот весна такая должна быть. Не сразу пекут. Что все зелененькое, красивое. А то у нас был, вот я говорю, там, где мы жили. У нас иногда в апреле уже желтая трава. Поэтому все вот здесь говорят. Ой-ой-ой, что здесь будет в июле и в августе. Плюс 35-40. Боже мой. У нас в апреле так было там. Бывало. Ну, в последнее время, да. Трава желтая. В мае уже можно все. Травы не найдешь зеленую. Такое бывало. Посмотрим, что дальше будет. Сейчас досыплю все здесь вот так вот. Был и грунт покупать. У меня пересаживать еще много чего. А грунт вчера... Я вчера замесила. Хотела вчера снимать. Потом вспомнила, думаю, красная горка. В воскресенье. Думаю, не буду. Ну, сажать. Думаю, ну, что уж я совсем-то. А еще не из-за этого даже. Что там, смотри. Мужу говорю, ну-ка, глянь-ка. Проверим новолуние сегодня. Я его чувствую. Он смотрит. А, ну, точно. Говорит, новолуние. Я говорю, ладно. Сегодняшний день растущая луна. Будем, говорю, уже пересадку, перевалку эту делать на растущую. Горшок я помою потом. Пока грязненький. Так. Пакетик сейчас я пересыплю все это дело. Сейчас мы будем переваривать клеродендрум сплэш, варригатный, как он называется. Ну, томсами тоже. Вот. Уже, знаете, тоже я его прям вообще прям мяла так, еле достала. И уже было там, ну, как бы корневая тоже. И рост остановился. Ну, не растет все. Думаю, ну, надо проверить. Еле, еле, еле. Вчера она тоже вытаскивала. Ну, как-то в горшку приятывается. Вот вроде не скажешь, что там сетка такая, да? Но, тем не менее, уже пора пересадить. Не надо, говорю, доводить, как у того растения. Берем это все старенькое. Не используем, еще раз говорю, все старый вот этот пенопласт. Все, все выбрасываем. Так, поставим сюда. Пенопласт я уже покрошила. Я его покрошу, чтобы не скрипеть вам. Неприятный звук. Сейчас примерим. И это нормально. Будем досыпать. Природа нас здесь не перестает удивлять. Вот, знаете, каждый день вот идешь, что-то новое с тебе находишь. Я имею в виду и флоры, и фауны. Мы уже здесь птицы изучили, какие есть. Нам мы встретили. Ну, снять их никак не получается. Хитрые такие. Значит, живут у нас здесь сойки. Живут эти... Скажи, никто мне... Стрижи. Угу. Тресогуски, которые тут вообще что-то устраивают, нечто. Так, что еще каких птиц мы обнаружили тут? Ну, то, что... У морских все знают бакланы и чайки, там, у лебедей. Ну, эти горлицы. А, горлицы. Вот знаете, ооо. А рук какой-то. Мы сначала думали, что это вообще такое. Ну, похож на голубя здорово. Главное, походит, да, немного на это, на голубя. Только все равно как-то... Какой-то сизый. Красивый такой окрас. Но они немножко разные бывают. Ну, как начнет ухать. Угу. Ой, это вообще что-то. Дрозды. Дрозды иногда поют. Действительно. Ну, вот снять. Чаще всего нам попадаются эти тресогуски и сойки. Горлицы, я не знаю, они прячутся прям где-то. И к вечеру, особенно ночью, если вот выйдешь на балкон. Ну, бывает, просыпаешься. Ооо, они ухают, как совы. Какая-то пренинтересная вообще. Вот. Но больше других птиц я здесь не видела. Так. Кто что еще? Растения, говорю, не перестают удивлять. Вот уже как бы из деревьев, да? Сейчас у нас под окнами у нас здесь растет, в нашем дворе. Как она называется? Вот у подъезда? Да. Я не могу запомнить. У меня в уши было. Катапуль, ты я ее зову? Катальпа. Катальпа, да. Она, видимо, самая... Потому что мы приехали, мы еще захватили ее зеленой. она видимо самая последняя сейчас только-только начинает листочки свои разворачивать ели вот эти которые мои сосны некоторые нравятся образуют соцветия тут же шишечки растут и цветут ели и вот это все вообще безумно красиво но это конечно живо живьем вы видеть я уже не говорю там про цветы какие-то еще которых я не знаю название даже ну каштаны меня вот и знаете вот я увидела магнолию да и впервые живую я не знаю мне как-то вот она никак красиво все но не могу каштаны мне прям не могу прям не хочется букет нарвать но она понимает нельзя делать безумно нравится их не соцветия как они расположены вообще цвета у этого соцветия сами деревья они какие-то настолько они совершенны вот в моем видении вообще каштаны у меня вот если бы у меня был свой участок ну как дом да если вы жили покупали потом я не знанием этим каштанами засадил просто прелесть еще очень глицин 2 вида 2 вида и мы видели цвета один значит сиренево-фиолетовый да такой и другой больше наверное похож розовый лиловый безумно красиво конечно тоже я не могу мимо проходить и просто въезд останавливаюсь до останавливаюсь ну что ты снимаю умели фотографирую не всегда хочется снимать последнее время так сейчас мы будем пересаживать филатендрон у меня голодать начал в этом горшочке и его срочно нужно пересадить это этот white 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 marble его еще в прошлую пересадку надо было пересадить а я затянула немножечко тоже сейчас пока в большой не буду сильно садить по мере роста лучше немножко подрастет еще пересажу не вкончились прямые горшки не остались и подвесные надо покупать ну вот это неподвесной так достаём другой горшок да да я переиграл немножко вот этот горшочек брала я здесь его уже в космодаре тут заходили центральный рынок ну что могу сказать продает там женщина однохойки уже знаете я таких давно отказался таких сортов ничего интересного очень простые ну там может пару видов полинейра была герани герани всякие всякие сортовые плющелистные всякие больше ничего больше ничего 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 цель на центральном рынке намного выше чем все были мы на восточном до были мы на это ну наверно на всех рынках мы были на привозом вода им очень редко я не чувствую прицвет личную тему я тут это немножко местные самые удобные не потому что он нам близко на самые дешевые цены на промышленные рынки самые низкие и выбор хороший хотя он маленький вот когда съедем отсюда я все равно буду ходить на него корешки здоровые все здорово но я вижу по растению она голодает я же не удобряю такие все боюсь мне уж писали что минеральным я знаю что минеральным можно не потеряет окрасок ну боюсь как придет со временем можно было заглубить вот эти нижние листочки оторвать маленькие и не стал этого делать пока потому что я чувствую что это пересадка перевалка ненадолго мне нужно будет закупаться горшки заглубить горшками у меня надо будет ехать в краснодар управление не уже выписали в крыльную больницу может там куда не зайду у нас как бы дороговато в анапе все очень дорого надо все магазины обойти чтобы найти и везде будут цены разные даже те же пятерочки у них у всех разные цены нет единый цены ассортимент разное естественно с этой стороны что там грязь даешь по мою подожди не вешаю ешь по мою буду грязные оставлять сейчас мы пересадим манстеру мы просто альба называется пока еще она у меня пестренькая но потом взрослая на выдает много белых так же резные они будут а я из сколько раз заводила сколько раз продавала перед отъездом я же вот говорила мне подружка я все равно подсуропила возьми говорит маленький череду прям черенок был и с почкой и да и вот она мне живу здесь такая череночка палочка и почка была мне все все мерзну доме тепло на улице тепло и не договорил и фиалки естественно фиалки но я на них уже все вообще не смотрю я очень жду холи очень жду посылочку и вчера не один горшок и сломала вчера даже вообще треснулись не помню что также вы поставали вот что мы видим если растению хорошо вот такие должны быть белые хорошие корни это вермикулит еще тот нету сейчас у нас вот такой я прям заказал где продают и прямо пачек 10 выход заказала не знаю вот эти хороидность мощные эти корни но и ломкие при этом так ну тоже этот горшок ненадолго хотя бы так пока не нравится что эти воздушные корни демонстрируют пускай ну что поделаешь ли она еще один готов у нас расти дали так ты для усь мы еще не снимаем дочь будем пересаживать всем гоним рэдспорт укладывайся не надо сюда не надо сюда не надо вот сюда укладывай сюда не надо мы еще не показ когда будет показ мы конечно бы тебя и пригласили ты же звезда да без тебя не к звезда звезда наше звезда звезда только наша доченька наша лодка наша вот ложись туда Ну, мама, 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 мама тут. Люсь, дочь, ну ты посиди там, маленькая, ну посиди маленько, детка. Ну, забыли, она ругается, что мы забыли позвать. Дочь, ну что ты, не бежайся. Угу, ну, а? Мама, моя хорошая, девочка, девочка моя сладкая. Ммм, как курсирует туда-сюда. Все, некогда, детка, давай работать. У меня еще дела есть. Вот здрасте. Ну, что поделаешь. Сейчас лапы замараю, ты будешь потом мыться. Она не глупая же, девочка. Оп, 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 оп. Что мы видим? Спиралики. Спиралики. Сейчас уберем это за все. Спиралик наши. Цветулечки, мои красотулечки. Да, дочь? Скажет, ну почему вы меня не зовете никогда? Мы знаем, что ты придешь. Да. Ой, что он там с землей играет? Помогает, помогает. Да? Люся, аллюсь. Ну ты знаешь, тебе когда снять? Когда ты требуешь массаж. Угу. Ооо, это что-то. Да, я скухаю, наверное, снять так. Что, заблудилась в дебрях? Что-то мне не нравится. Потому что грязь, она не любит грязь. Она очень чистоплотная. Она не лезет ни в какие мои горшки, никуда. Нет, она знаете, что любит? Не дай бог я прогляжу, когда кокос промоет. И вот выставлю его из этой званны в коридор, например. Ну, думаю, пока там полосну, все, беру. Господи, поворачивайся, она у меня уже залезла в него. Ну как бы, выгребала. Что-то ей, блядь, нравится. Вот именно кокос. Нравится, да. В него не ходит, ничего. Возьмёй-то и выгребит часть прям на пол. Вот это мы можем сделать. Не знаю почему. Про тебя говорю, звездочка наша. Так, еще один готов. Следующий у нас красавчик. Три короля. Уже я его спасла прям, 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 прям. Замерзшил. Так, что у нас здесь вообще горшки фиалочные, саженые. Остались. Много оставила там, в городе не взяла. Потому что много и так везли. Кукуришочки. Видите, у ароидных корней идут вниз. Значит, горшки какие подбираем, более глубокие. Про уход я уже рассказывала про эти символиумы. Видео снимала. Так. Ну, у нас сегодня такое разнообразие. Вот еще папоротничек. Тоже был очень сильно подморожен. Из альтата. Варигатный. Ну, видите, на нем эти редкие. Редкая варигатность. Но все же выжил. Выжил прям вопреки всему. Ведь нужно его пересадить. Срочно. Я в подвесной горшочек пока. Ну, сразу. Потом со временем все равно подвешивать. Поливаю уже часто очень. Поливая мне нравится вообще вторая. Да, затаскивайся. Я его не полила вчера. О, горешки. Все там полилось. Если бы полила вчера, если бы не видно было бы все корни. Он у меня маленько подсушенный. Потому что полив прям каждый день буквально вот. Но через день. Пора пересаживать. Есть. Вот эти вот воздушные корни. Но их так можно замотать. Они дадут новые росты. Че, спим? Че, тишина такая? Да, я все права. Ну вот, давай расти. Спасибо, что выжил. Спасибо, что живой. Покупала я его не дешево. Маленький вообще. Две ваечки. Маленький. Ну, вообще он не дешевый почему-то до сих пор. Этот папоротник. Не знаю, почему. Так же с этого берем все. А на десерт я вам приготовила знаете чего? Не показывала. Свой лист не полезет. Вот такую аллоказию. Эта аллоказия, наверное, всем знакома. Стингрей. Мы ее называем скаб. По-простонародному скаб. Да. Вот такая уже красоточка у меня. Хвостатая. Когда покупали, муж говорит, ну что в ней красивого. А сейчас-то, когда она расправилась, уже там он лист везет. Красивая? Да. Вот так. Своеобразная. И вот эти вот стволики, все вот черенки вот эти. Все такие, как их назвать? Камуфляжные. Крампинку, в черточку. Ну, в общем, вот такое у меня еще есть. Такая радость. Чудо. Вот решила вас порадовать. Надеюсь, порадуетесь. Ну, шикарная, конечно, аллоказия. Полюбила я их что-то. Угу. Не знаю. Меня вот спрашивают. Они говорят, тебе нормально растут, мы так переписываемся. Ну, у меня сейчас их три. Драконы. Вот эти, который голубой был. Еще там какой-то. Вот остался, вероятно, секрет, да? Это моя, которую, не знаю, как зовут. Уже там листья, лист за листом растет. И вот это вот третий. Хочется еще. Ну, давайте будем пересаживать. Было бы желание? Желание есть. Я сейчас, я тебе объясняю, денег не очень хватает. Вот такая красопедка у нас будет жить. Так, давай-ка посмотрим, что ты нам там нарастила. Опа. Это что? Что это? Что это за паутина? Что это? Корни так, что ли? Конечно. Ну, не спагетти же я называла туда. Так, что мы делаем? Я уберу немножко опять. Сфарумом этот. Этот, кто-то есть. Господи. Ну, может. Видите, даже вот, все корешочки, прям все пошли. Все здоровенькие, прям прелесть. Беленькие. Красавица ты моя девочка. Девочка моя красивочка. Я даже не мечтала, что я тебя так быстро приобрету. Так. Проверяем на наличие всяких стаканов. Чего там нет? Мне крайне редко, вот честное слово, попадаются эти растения. Но я их покупать-то стала уже здесь. Потому что, ну, пока я дождусь хой. Ну, сейчас мне еще выслали, правда, еще растения, папоротники. Жду посылку, уже выслали. Я, если бы не покупала здесь ничего, Ну, и то, как бы, мне муж, как бы, ну, поддерживает. Что, ну, давай, ну, хоть. Я бы с ума сошла просто, честное слово. Смотри, красавица. Ай, блядька. Ай, ты моя девочка. Ай, ты моя красавица. Так. Не могла дождаться. Поливала тоже часто. Это, лист. Ну, можно было дождаться, когда развернется. Ну, поливаешься, поливаешься, поливаешься. Меня пересажу. Так. Будем высыпать. Тоже это горшок ненадолго. Брать надо, пап, горшки надо. Вот я надеюсь на Краснодар все же. Там взять. Поравняем стали. Подожди. Я не вижу ничего. Сейчас придавливать буду. Ну, а ты думал. Расправилась. Чего-то некрасиво. Ну, ничего себе. Такая лепота. Этот суккулентик же я тоже взяла. Голубой. На следующий день. Потом пересажу как-нибудь отдельно их покажу. Теперь это была... Кто? Некрасиво. Ты... Крестовник. Крестовник? Угу. Как-то там... Мы нашли его в интернете. Кое-как. Кое-как. Растет до 10 сантиметров всего в высоту. Ну, интересно. Голубой-голубой. Ну, вот у меня сегодня земли почти в обрез. Все. Надо идти в грунт покупать. И верникулит. Все на свете. Ну, вот. Видели, что у меня есть? Красота-то какая. Да, сейчас я уберу здесь все. И покажу вам уже в конце все. Потрудились мы на славу. Перевалили вон какую красоту. Новые горшочки. Свежий грунт. Ну, давайте любоваться теперь. На свою работу. Ну, я сегодня с голосом что-то не то. Ну, вот. Общая картина нашей работы. Значит, наш стингрей. Наша. Алаказия. Ой, прелесть. Ну, прелесть не могу просто. Люська там бежала, убежала, оказала. Ну-ка, так отодвину. Мой шифлерочку не видно. Красота. Да, видно все. Моя девочка. Девочка моя красавичка. Прям в рост пошла. Молодец. Ну, все они. Вот и этот тоже. Лист разворачивается. Молодцы. Молодцы просто у меня. Растения. Прям молодцы. Алаказия. Ой, 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 что говорю? Кто это? Фил на 0, нет? Сам это Филя. Онстера. Угу. Но она еще не дырявая. Да. Так, это у нас Три Короля Сингониум. Это Ред Спот Сингониум. Красавчик. Мне нравится очень. Поближе наведи на него. Я его издалека видела хорошо. Издалека долго? Долго. Ну, красиво. Да? Да. Повторяй за мной. Наш Клэр Дендром. Шикарненький. Вот, сейчас он как попрет, попрет расти. Угу. Ну, если будет болью, его зацветет. Ну, не особо нужны цветочки. И вот Филька. Ред. Ой, господи, люди. Все. Уработалась Наташа. Кто он есть? Уайт Марбл. Так, и наш папоротничка. Который был очень сильно заморожен. Очень. Наконец-то. Вот я смогла его показать. Экзальтата. Нефролепис. С редким. Ну, с флешем. Да, или как. Варригатностью с редкой. Хвостики. Все. Прям молодец. Молодец. Спасибо, что ты выжил. Ну, вот так мы потрудились. Кто с нами трудился, тот молодец. Я вам очень благодарна. Сейчас я немножко, говорю, пореже видео выставляю. Немножко времени нет. Там наличное. Вот. Но я все равно всем благодарна. Кто не забывает. Кто все равно заходит, пишет комментарии. Даже и на старые видео. Ну, а тот, кто больше не пишет. Ладно. Воля ваша. Так что, вот так вот. Подписывайтесь. Кому понравилось. Ставьте лайки, дизлайки. Кому что нравится. Я вам всем очень рада. Всех люблю. Целую. Пока-пока.